Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет! В эти дни по празднеству Богоявления или Крещения Господа нашего Иисуса Христа нам с вами, наверное, уместно будет поговорить и о том, где это событие происходило, о месте Крещения Господа нашего Иисуса Христа, о тех традициях, которые существовали в Иерусалимской Церкви и на Православном Востоке в связи с празднованием Крещения Господа нашего Иисуса Христа, ну и как-то окинуть хотя бы таким самым поверхностным взглядом историю православного паломничества на реку Иордан, на место Крещения Господа нашего Иисуса Христа и на те традиции, которые сопровождали собой совершение этих празднеств и почитание этих святых мест. Ну, многие из тех, кто паломничал на Святую Землю, в основном свое знакомство с Иорданом, с этой священной рекой ограничивали посещением парка Ерденит, который расположен буквально уже в том месте, где Иордан вытекает из Галилейского озера, то есть в Галилее, потому что, ну, чаще всего именно туда привозили, в особенности до 2011 года, те, кто совершал паломничество, их привозили главным образом туда, вот эти большие экскурсионные автобусы, это такое очень распространенное и популярное место, Иордан там такой достаточно чистый, приятная зеленоватая водичка, множество всяких южных экзотических птиц, самы, которые так лезут на берег, которых очень приятно бывает кормить, теплая вода, в которой приятно купаться. И в особенности это место всегда очень пользовалось большой популярностью у всевозможных протестантов и, ну, таких вот западных паломников, для которых там все оборудовано таким образом, чтобы они могли совершать свои такие вот крещенские обряды. Зачастую можно было их наблюдать, когда какой-нибудь там пастор свою группу, человек из 50, заводит по одному в воду и тем или иным образом погружает под какое-то радостное пение и выражающие поддержку крики остальных членов этой какой-то явно такой протестантской сектантской организации. Ну, нередко, тем не менее, здесь же, в этом же месте совершали свои омовения в священной реке Иордан и православные паломники, и вообще весь антураж этого места, он как бы должен был говорить о том, что именно здесь совершилось крещение Господа нашего Иисуса Христа. Ну, на самом деле, едва ли это так. Несмотря на то, что Иоанн Предтеча, как об этом говорит евангельское повествование, проповедовал по всей Иорданской стране, совершенно очевидно доходил и до Галилеи, то есть до такого среднего течения реки Иордана, тем не менее, Священное Писание говорит о том, что крещение Господа нашего Иисуса Христа совершилось все-таки скорее в Вифаваре или в Яноне, близ Салима, в близости от Иерусалима и в непосредственной близости от древнего города Иерихон. То же место, в которое чаще всего привозили паломников, в котором очень часто оказывались наши паломники в Галилее. Надо все-таки сказать, что хотя ничего предосудительного в его посещении нет, и благодать Священного Иордана, безусловно, почивает на его водах и там, тем не менее, конечно, само по себе это место едва ли может быть воспринято как место христианское, все-таки это на самом деле еврейский кибуц, то есть еврейский поселок, который, находясь вот в таком, ну просто удобном и посещаемом паломниками месте, исключительно из каких-то своих бизнес-соображений, просто зарабатывает на паломниках деньги, предлагая им вот такой вот удобный спуск к воде, удобное место для купания, очищенное дно, так что вы можете купаться там без риска, повредить ноги, а надо сказать, что в любом другом практически месте Иордана, например, вот если вы где-то на каком-то диком Орданском пляже будете купаться, то вполне можно, конечно, и поранить ногу какой-нибудь корягой там или чем-то острым, и вообще дно Иордан очень илистое, само течение достаточно быстрое и сильное, и надо сказать, что вообще Иордан такая река довольно опасная и коварная, несмотря на свой такой небольшой, казалось бы, размер, в общем-то, конечно, иногда купание в нем может быть сопряжено и с какими-то такими опасностями, поэтому, что касается вот такой паломнической индустрии, то, безусловно, организации, которые ею занимаются, всегда пытаются максимально обезопасить паломников, туристов и предоставить им возможность вот такого комфортного омовения в водах священной реки. Но если говорить о том месте, где Господь крестился, и, естественно, именно там в первую очередь православные паломники желают совершить вот такое вот омовение, то традиционно и начиная с очень давних, древних времен это место принято отождествлять с Вифавары, которая лежит несколько севернее Иерихона, чуть дальше, вот так сказать, от Иерихона по берегу Иордана, и традиция, которая говорит именно об этом месте, она достаточно древняя. Еще в V веке паломник Феодосий, приходивший сюда из Западной Европы, упоминает о том, что здесь стояла особая такая мраморная колонна с крестом наверху, и именно здесь совершали свое священное омовение в Иордане тысячи паломников, которые приходили сюда для того, чтобы вспомнить эти священные события и прикоснуться к святыне этого места. Надо сказать, что сейчас точное вот это вот место очень трудно установить. Дело в том, что Иордан за это время неоднократно менял свое русло. Это вообще особенность реки Иордан. Дело в том, что ложем его являются такие солончаковые, очень мягкие такие почвы. Это буквально вот такая вот пыль, если брать ее в сухом виде. И когда проходят какие-то очень такие интенсивные зимние дожди, очень часто Иордан просто взбухает, превращается в неудержимый совершенно мутный такой желтый поток, который начинает течь с невероятной скоростью и из-за этого очень часто выходит из своих привычных берегов и вот в этом мягком солончаке пробывает себе новое русло. Это может произойти буквально в какой-то считанные часы. И наш бывший начальник русской духовной миссии архимандрит Леонид Кавелин, который являлся предшественником знаменитого архимандрита Антонина Капустина и в 60-е годы XIX века возглавлял русскую духовную миссию, описывает свое путешествие на Иордан, во время которого он встречает эфиопского монаха. А эфиопских монахов и отшельников бывало достаточно много в те годы, ну и вообще во времена истории Святой Земли на берегах Иордана и в окрестной пустыне. И вот он во время этого странствования своего и путешествия на Иордан встречает там такого очень печального эфиопского отшельника, который рассказывает ему грустную историю, произошедшую с ним буквально накануне. Он со своими двумя друзьями, собратьями, спутниками, также монахами остановился на берегу Иордана во время своего паломничества. Ночью внезапно полил очень сильный ливень, дождь. Иордан резко изменил свое русло, и их палатка оказалась смыта быстрыми водами Иордана, так, что оба его спутника погибли в бурных водах этой непредсказуемой реки. И теперь вот он в одиночестве бродил по ее берегам, пытаясь отыскать тела своих друзей, и скорбя по своим религиозным единомышленникам, своим сопостникам, своим собратьям. Вот такая печальная история, совершившаяся в XIX веке, и рисующая то, какой на самом деле коварной и непредсказуемой бывала в какие-то моменты эта священная река. Ну, вот благодаря тем особенностям почвы и своего течения, вот в этой части, близкой к месту ее впадения, в Мертвое море или, как его в прежние времена называли, Соленое озеро. И так неудивительно, что и то место, которое традиционно церковью в древние времена почиталось как место крещения, оно сейчас оказалось на суше. Сейчас оно находится на территории государства Иордания, но, тем не менее, многими веками паломничества освящены были оба берега Иордана, и восточный, на котором сейчас расположено королевство Транс-Иордания, и западный, который сейчас принадлежит государству Израиль. Вот то место, на котором совершилось по преданию крещение Господа нашего Иисуса Христа, по всей вероятности, было выбрано не случайно. Не только потому, что, как свидетельствует Евангелие, в этом Еноне, близ Салима, было достаточно много воды, то есть вполне можно было совершить крещение, потому что во многих местах своего течения Иордан — это река такая достаточно мелкая, можно изобрести на середину реки, и там все будет где-то там, ну, по колено, по пояс воды. Иоанн Претечи, который, как мы с вами знаем, совершал крещение, заводя человека по шею в воду, конечно, нуждался в том, чтобы воды было достаточно для именно вот такого образа совершения крещения. Но были и другие глубоко символические причины выбора именно вот этого места для крещения. Дело в том, и эти священные события вспоминаются в том числе как образы крещения Господа нашего Иисуса Христа, ветхозаветные прообразы этого великого новозаветного события, целый ряд вот таких весьма значимых моментов в истории, в священной истории древнего народа Израиля произошли как раз-таки в этом месте на берегах Иордана. Не случайно это место исторически называлось Вифавара. Бейт-Абар или Бейт-Абара — это место брода, место переправы в буквальном таком переводе, дом переправы. Почему было такое название? Ну, потому что именно здесь в свое время когда-то 12 колен Израилевых перешли Иордан для того, чтобы начать завоевание западного берега Иордана и вот большей части принадлежавшей им земле обетованной. Собственно, мы знаем, что Моисей за какой-то такой вот момент своего религиозного падения, своего сомнения в вере был наказан тем, что не вошел на вот этот западный берег Иордана, в саму, собственно, землю обетованную, но с горы неба или небо бросил на нее прощальный взгляд, обозрел ее землю, прежде чем умереть. Его наследником и следующим руководителем, пророком, который завершил дело Моисея, завоевал святую землю, разделил ее между 12 коленами Израиля, был Иисус Новин. Как раз в книге Иисуса Новина повествуется о том, как он с 12 коленами Израиля завоевал древний город Иерихон, и это завоевание совершилось, естественно, после того, как 12 колен Израиля пересекли Иордан. Само это событие носило такой исключительно чудесный характер, характер символический. Дело в том, что, готовясь к завоеванию Иерихона, а это был самый крупный, самый древний, самый значимый город всей области, Иисус Новин посылает сначала в Иерихон двух соклядатых, которые останавливаются в доме плудницы Рааф, и от нее узнают, что сердца жителей Иерихона находятся в чрезвычайном смятении. Жители находятся в тревоге, в панике, они знают, с какой принципиальной последовательностью, где-то даже жестокой, израильтяне победили своих врагов на восточном берегу Иордана, и поэтому боятся той силы Божией, которая воодушевляет народ Израиля на битву и которая приведет к тому, что Иерихон может пасть под их ударами. Их надежда на крепкие стены города слабеет, и они боятся того, что также окажутся жертвами войск Израиля. Рааф блудница, в отличие от остальных жителей города, несмотря на свою профессию, тем не менее обладает той верой, которую впоследствии похвалит в своем послании к евреям святой апостол Павел. Ее страх оказывается не бездеятельным ужасом перед надвигающимся бедствием, но заставляют ее скрыть двух разведчиков, посланных Иисусом Навином, у себя в доме и затем спустить их беспрепятственно из окна, которое выходило за городские стены, взяв с них обещание, что ее дом и ее семья окажутся избавлены от той резни, которую израильтяне готовят жителям города Иерихона. И вот этот момент завоевания Иерихона приближается и наступает. Иисус Навин, который получил от своих разведчиков извещение о том, что жители Иерихона находятся в испуге, в трепете, в страхе, а это уже, в общем-то, половина дела, по такому внушению Божию собирается еще больше как-то поразить их воображение и подорвать их моральный дух. Поэтому сам переход двенадцати колен через Иордан выглядит как такое удивительное божественное чудо. Прежде чем двенадцать племен израилевых перейдут на другой берег, священники, которые несли ковчег завета, должны были войти в воды Иордана, остановиться на середине, Иордан в этом месте был достаточно мелок, то есть там существовал брод. И когда они это сделали, воды Иордана разделились, часть воды стекла в Мертвое море, а часть потекла вспять. И таким образом все вооруженные двенадцать колен Израиля перешли Иордан по сухому дню, дну, подобно тому образу, которым когда-то их предки прошли по дну Красного моря. Это великое чудо укрепило их веру во всемогущество Бога и истинного, который направлял их в этом великом деянии, и также укрепило их веру в их нового вождя Иисуса Новина, который показал этим, что он ничуть не меньше Моисея и вот совершил подобное же чудо, подобное тому, которое совершил прежний вождь народа Израиля Моисея. Вот это чудесное прохождение двенадцати колен Израиля через Иордан послужило прообразом крещения Господа нашего Иисуса Христа, того очищения, того обновления веры, которая совершилась в двенадцати коленах Израиля и которое должно было совершиться и в душах тех, кто примет вслед за Господом нашим Иисусом Христом божественное крещение, крещение, возрождающее душу и тело человека, который его принимает для вечной жизни. Крещением, которое совершается над нами, мы входим в ту духовную землю обетованную, подобно тому, как двенадцать колен Израиля вошли в ту обетованную землю, земную, плотскую, которая была им завещана заповедью Божией. После того, как все двенадцати колен перешли Иордан, и как только священники с ковчегом покинули сухое дно Иордана, воды этой реки вернулись обратно в их русло, а на берегу был создан памятник из двенадцати камней, такой своеобразный жертвенник, который должен был означать вот это священное отныне в памяти всего народа израильского места. Безусловно, вот это чудо, оно повлияло и на самих израильтян, и совершенно другим образом уже, конечно, повлияло и на жителей Ерихона, которые отныне должны были трепетать и бояться той участи, которая была им уготовлена буквально в ближайшем будущем. Ну, поскольку вообще место крещения имеет непосредственное отношение и, опять-таки, достаточно близко расположено к Ерихону, то достаточно, в общем-то, трудно рассказывать о нем без того, чтобы рассказать и о самом Ерихоне. Итак, что же это был за город, который предстояло завоевать двенадцати коленом первым делом после того, как они перешли на западный берег реки Ордан и который впоследствии исторически оказался тесно связан с событиями крещения Господа нашего Иисуса Христа. Надо сказать, что Ерихон, ну, сейчас, по крайней мере, официально считается самым древним городом на Земле. У него две вот такие особенные характерные черты. С одной стороны, это древнейший город, основание которого относится к десятому тысячелетию до Рождества Христова. Ну, по крайней мере, так говорит современная археологическая наука. Здесь, может, не будем так вдаваться в вопросы соотношения ее с библейской хронологией. В общем, по крайней мере, вот это различие расхождения не помешало в октябре 2010 года Ерихону отметить свое десятитысячелетие и стать официально самым древним городом из существующих на Земле. Кроме того, это и самый низкий, самый низко расположенный на Земле город. Ерихон расположен на глубине минус 250 приблизительно метров ниже уровня моря. Он лежит в глубокой впадине сирийско-африканского разлома, практически на берегу Мертвого моря. И так же, как и это море, вот так вот очень глубоко находится ниже уровня Мирового океана, что делает его тоже таким очень уникальным городом. Поэтому, наверное, вот такая его низменная расположенность привела к тому, что в некоторых толкованиях само имя Ерихон принято толковать как город низкий, расположенный в низине. Но более такое распространенное толкование имени Ерихон говорит, что его название означает «Лунный». Ну и вообще связано с Луной. Поэтому Луна является таким символом города Ерихона и в настоящее время. Надо сказать, что вот эта вот история Ерихона, необычайно древняя, она, ну вот, благодаря тому, что мы узнаем о ней из археологических раскопок, была наполнена очень такими своеобразными периодами и весьма какими-то интересными такими деталями. Именно здесь, например, была обнаружена самая древняя лестница на Земле. В восьмом тысячелетии до Рождества Христова, когда большинство населения Земли еще только-только начинало свой переход к какому-то оседовому образу жизни, в древнем Ерихоне уже была построена первая лестница из, по крайней мере, двадцати ступеней. Там, по крайней мере, в таком виде эта лестница сохранилась. И это самое древнее, подобного рода известное нам изобретение человечества. В какой-то момент жители Ерихона практиковали весьма своеобразный культ. Культ человеческих голов. Практически в каждом доме Ерихона была обнаружена отделенная от тела человеческая голова. В ряде случаев она хранилась просто в виде черепа, в каких-то случаях оказывалась обмазана глиной, и все говорит о том, что это был такой особенный какой-то ритуал, связанный с вот таким ритуальным отношением к вот этой отделенной голове. Поскольку ни одна из этих голов не несла на себе каких-то признаков насильственной смерти, то ученые предположили, что эти головы принадлежали никому иному, как предкам жителей этого дома. И это действительно согласуется с такими многочисленными известными нам из археологии и истории обычаями, когда предки погребались непосредственно под основанием дома, в котором жили их потомки, нередко даже под порогом этого дома. Поэтому у нас с вами до сих пор в быту существует такое суеверие о том, что нельзя здороваться или прощаться через порог. Это оскорбляет тех предков, которые под этим порогом похоронены. и протягивая свою руку за порог, приветствуя таким образом или прощаясь с незнакомцем, который может быть и опасным человеком, житель дома как бы лишается того покрова предков, который оберегает тех, кто находится внутри этого пространства. Прощуры, предки сохраняют тех, кто живет в этом доме своей незримой вот такой духовной силы. Так верил человек в древности, так до сих пор совершенно не отдавая себе отчета в том, что мы делаем. Даже мы говорим «чур меня», то есть «сохраните меня, мои предки». А маленькие дети в своих играх говорят «чурики», я в домике и чувствуют себя совершенно защищенными. Чурики это тоже те же самые предки, духи предков дома, которые сохраняют потомков, в том числе и своим вот таким внешним присутствием в случае жителей Иерихона в виде голов, которые сохранялись в этих домах по крайней мере какого-то периода истории Иерихона. целый ряд порядка пятидесяти слоев из которых состоит Тель-Султани как раз таки древний Иерихон изображают собой постепенную смену различных поколений населявших собой этот город. В какой-то момент история этого города действительно прерывается. Иерихон оказывается завоеван войсками Иисуса Новина, разрушен и проклят. Мы с вами знаем из книги Иисуса Новина о том, каким именно образом это произошло. Готовясь к завоеванию Иерихона, Иисус Новин встречает некоего одетого в доспехе воина. По церковному объяснению это святой архистратик Божий Михаил. спрашивает его наш ли ты или от супостатов. И архангел Михаил говорит ему о том, что он послан от Бога для того, чтобы научить Израиль как захватить Иерихон. Руководствуясь переданными ему архистратиками божественных сил указаниями, Иисус Новин совершает вот этот захват Иерихона весьма удивительным образом. В течение шести дней войска 12 колен Израиля вместе со священниками несущими ковчег завета обходят вокруг стен Иерихона своего рода таким крестным ходом. Да, именно здесь наверное уже прообраз содержится наверное самых таких древних крестных ходов. во время этого обхождения священники трубят в трубы, а ковчег должен устрашить жителей Иерихона как такое мощное духовное священное оружие 12 колен Израиля. На седьмой день совершается семикратное обхождение вокруг стены Иерихона, причем совершается оно в полной тишине. И лишь на седьмой раз внезапно священники дуют во все юбилейные трубы, во все вот эти шафары, рога, которые были предназначены для того, чтобы подавать сигналы в религиозной и военной жизни, а все воины 12 колен внезапно разражаются таким очень громким криком. Не то, чтобы какая-то сила резонанса, вызванная этими громкими звуками в одночасье обрушила стены древнего Иерихона. Нет, было бы нелепо искать здесь каких-то физических причин, которые привели бы к подобного рода обрушению неприступных, как казалось, стен этого величественного древнего города. Стены Иерихона оказались сокрушены божественную силу, и устремившиеся на завоевание Иерихона воины уничтожают полностью все население Иерихона, за исключением дома Рава Блудницы, которую они выводят и которая с тех пор поселяется среди двенадцати колен Израилевых на одинаковых с ними правах. Сам же Иерихон Иисус Навин заклинает. Никакая добыча из этого города, кроме золота, серебра и меди не должна была быть взята, вся добыча отдается на священно-религиозные нужды Израиля, а все население города со своим скотом полностью уничтожается, заковается от мала до велика. Более того, Иисус Навин говорит, что никогда Иерихон более не должен быть восстановлен. А тот, кто посмеет совершить это, пойдет против непосредственного запрещения Божия и лишится старшего и младшего из своих сыновей. На первенце своем положит его основание и на младшем своем сыне основет его ворота. Это заклятие, которому подвергся Иерихон, действительно соблюдалось в течение практически всей истории Единого Израильского Царства до тех пор, пока оно не разделилось и пока уже в IX веке до Рождества Христова над северной его частью, в которую вошел Иерихон, не воцарился нечестивый язычник царь Ахав. Именно в его царствовании его царедворец Ахилий, который видимо считал, что подобным образом совершая вот такое богоборческое противление заповеди Иисуса Новина, он сделает что-то угодное царю, Иерихон оказывается вновь восстановлен. Это действительно стоит нечестивому царедворцу его старшего и младшего сына, хотя по этому поводу существуют различные объяснения того, что произошло. Возможно, что он сам принес в жертву своих сыновей для того, чтобы на их телах, на вот этой вот жертве возобновить, построить древний языческий город. Это достаточно распространенно было во многих древних культурах обычай, когда для того, чтобы какое-то такое сооружение, город или дворец приобрел особенную такую охранительную силу, в его основание закладываются человеческие жертвы. Возможно, именно это произошло и при возобновлении Иерихона. Но, хотя это произошло в нарушении заповеди Иисуса Новина, тем не менее Иерихон даже в таком своем восстановленном виде не оказался полностью отвергнут Богом. Свидетельством этому служит то, что какое-то время в Иерихоне жил святой пророк Божий Елисей. С именем Елисея связано как раз таки опять же и вот то место Вифавара, где совершился переход 12 колен Израилевых через Иордан и где впоследствии совершилось крещение Господа Иисуса Христа. А история Ильи и Елисея стала также одним из прообразов и произнаменований повествования о которой мы слышим во время торжественного богослужения праздника Богоявления и крещения Господа Иисуса Христа. Как мы знаем, Илья перед тем, как покинуть этот мир, передал свои пророческие дарования своему ученику Елисею, на который указал Божий промысел как на его преемника. И перед тем, как это произошло, Илья с Елисеем, как мы знаем, об этом повествует третья книга царств, переходит через Иордан в Ифаваре. Илья, сняв со своих плеч милость, то есть плащ из кожи козьих шкур, которые он носил, ударяет о воды Иордана, Иордан расступается перед ним, и Илья с Елисеем переходят на другой берег где Илья возносится от Елисея, обетовав тому, что если тот становится очевидцем этого вознесения, то сподобится быть его преемником и получит ту же силу, тот же дух, который почивает на Илье сугубо, то есть вдвойне. И вот пророк Елисей видит, как Илья возносится от него на огненной колеснице, бежит за ним, кричит, что «Отец мой, отец мой, колесница Бога Израилева и воинства его». И получает спускающийся на него с этой огненной колесницы милость Ильи как символ той пророческой власти и силы, которую он получает от своего наставника. Надо сказать, что это место также находится неподалеку от места крещения Господа нашего Иисуса Христа. В древности, в византийские времена, на этом месте был создан монастырский комплекс, посвященный вознесению святого пророка Божия Ильи, а уже в совершенно недавнее время это место было вновь открыто. Мы знаем, что открыл его непосредственно король Иордании во время учений, совершая прыжки вместе со своими десантниками, шефом которых он являлся, он случайно приземлился именно на этот холм, и пока его спутники его искали, обнаружил там византийские мозаики, и таким образом это древнее священное место оказалось вновь открыто. Ну, а поблизости от него сейчас расположен как раз-таки комплекс в память крещения Господа нашего Иисуса Христа, но о котором мы скажем чуть-чуть позже. Итак, пророк Божий Елисей на этом месте получил эту благодать, подтверждение чего его приобрел при своем возвращении обратно на западный берег, когда подобный Ильи, сняв себя милость, также ударил о воды Иордана, и те раступились, он прошел как посуху по дну священной реки, и какое-то время его служение проходило в расположенном в непосредственной близости оттуда в городе Иерихоне. Другим из таких тоже знаковых, символических деяний, которые он там совершил и которые также вспоминаются в контексте праздника Богоявления Святой Церкви, стало то, что пророк Елисей при помощи освященной им соли сделал воды источника, которые питал жителей Иерихона полезными и чистыми. До этого те, кто пользовались водой из этого источника, болели, женщины заболевали бесплодием, и вот со своей жалобой и просьбой что-то сделать с этими водами единственного в городе источника жители города пришли к Елисею, и тот сумел совершить своими молитвами чудо очищения этого источника. Надо сказать, что источник пророка Елисея сохранился и по сию пору. Он истекает из-под ножа вот этого холма Тель-Султани или Тель-Ерихо, и вы сейчас можете, если посетить это место, также приобщиться к водам этого древнего и священного источника пророка Божия Елисея. Покинув Ерихон, Елисей оставил в этом городе свою пророческую школу, и в Ерихоне продолжала существовать такая мощная духовная община, которая продолжала распространять благочестие среди жителей и отпадшего в язычество Израильского Царствия и среди благочестивого населения, лежащего совсем поблизости, рядом Царства Иудейского. Вот такая была история Ерихона в те древние библейские времена. Ну, город этот, будучи вторично основан и возрожден, уже не прекращал своего существования, хотя и превращался периодически в какое-то такое незначительное совершенно место, в особенности достиг такого расцвета в царствовании Александра Македонского, и там был основан уже такой эллинистический город, а впоследствии Иерихон сделался зимней резиденцией макоейских, сначала сирийских правителей, из которых известен сирийский военачальник Вакхит или Бакхит, и затем еврейских царей из династии Макковеев. Дело в том, что климат Иерихона обладает таким свойством, что зимой температура там редко опускается ниже 20 градусов тепла, то есть зимой там такой очень благотворный, благоприятный климат, он с одной стороны теплый, с другой стороны достаточно сухой, недалеко лежит Иордан, который в те времена представлял собой не такую совершенно безжизненную пустыню, которая большей части его берега выглядит теперь, но вся его долина была густо покрыта зарослями, в которых водилось большое количество различных животных, всяческой дичи и даже львов, и поэтому правители, которые жили здесь в зимний период, могли с одной стороны наслаждаться мягким и теплым климатом, а с другой стороны развлекать себя охотой на берегах Иордана. Кроме того, в этот эллинистический период Иерихон становится совершенно исключительным местом благодаря садам, которые были разбиты на его окраине на берегах того самого потока Харав, где когда-то скрывался от Ахавы Изавели пророк Божий Илья. Это были необыкновенные сады. Помимо финиковых пальм и прочих плодовых деревьев, главной ценностью были плантации так называемого опобальзама. Это были такие особенные бальзамические деревья, из которых производились благовония. Эти благовония необычайно ценились во всем тогдашнем античном мире. И было всего лишь две такие плантации. Одна располагалась на окраине Иерихона, а другая находилась в месте селения называвшемся Энгеди, расположенном на берегу Мертвого моря в одноименном оазисе. Вот этот опобальзам был необыкновенной ценностью Иерихона. Можно сказать, что он один делал этот город процветающим. Все модники и модницы тогдашнего мира пользовались духами и благовониями, сделанными именно из этого самого опобальзама. Поэтому эти плантации оберегались царями иудеи, как просто зеница ока. Поэтому рядом с этими садами они построили и свои дворцы, и свои крепости. Первым из еврейских царей, кто там поселился, был Иоанн Геркан. Впоследствии там построил свои дворцы Александр Янай, а также его супруга царица Шлом Цион или Александра. В честь своих сыновей Геркана и Эрестабула она строит там дворцы совершенно одинаковые, которые называются близнецы. Именно в этих дворцах находит свое место частого пребывания и сделавшийся зятем Александры будущий царь Ирод Великий. И здесь он совершает одно из своих первых таких злодеяний, которые прокладывают ему путь к царскому престолу. Дело в том, что Аристабул 17-летний юноша, сын царицы Александры избирается первосвященником и благодаря своей красоте внешней и своему доброму нраву становится необыкновенно популярен в народе и очень любим. Ирод присутствует при его возведении в сан первосвященника, когда того толпа восторженная приветствует чуть ли не как царя и тут же начинает чувствовать угрозу исходящую от 17-летнего юноши. Буквально спустя несколько месяцев он совершает покушение на его жизнь, которое обставляет весьма таким хитрым образом. Во время одного из таких жарких дней он предлагает Аристабулу развлечься какой-то такой юношеской вознёй, какими-то играми, им становится жарко, они покрываются потом, и Ирод предлагает Аристабулу освежиться купанием. А надо сказать, что эти дворцы были снабжены великолепными и удивительными для подобного климата бассейнами. Ещё Иоанн Геркан создаёт мощнейшую систему водоснабжения, протянутую от источников, которые бьют в ущелье Водикельт и создаёт несколько акведуков, которые необходимы ему и для орошения плантации опобальзама, и для вот этих дворцов, для той крепости, которую он создаёт для охраны и своего сада, и своего дворца. Естественно, что не применули вот этим источником воды воспользоваться и для создания такой приятной вещи, как бассейны. Приятели Ирода, которые купаются вместе с Рестабулом, по его наущению начинают как бы так шутить с молодым царевичем первосвященником, как бы в шутку погружают его под воду и держат под водой, однако эта шутка кончается тем, что они не отпускают юношу Аристабула, пока тот окончательно не захлебнулся в результате этой, казалось бы, невинной игры. Вот так, как такой, казалось бы, просто несчастный случай, Ирод убирает одного из своих политических и духовных соперников и прокладывает себе путь злодействами к тому трону, который в результате приносит ему как величайшую славу, так и величайший позор в памяти потомков. Здесь же он создает и свои собственные дворцы, свою собственную резиденцию, которая становится одним из самых любимых мест его постоянного пребывания, и здесь же он находит и свой конец. Именно в этих дворцах Ирод испускает свой последний вздох. Надо сказать, что обстоятельства кончины Ирода поистине достойны этого великого злодея. По тому, как их рисует Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности», можно говорить, что царь Ирод скончался просто в припадке острого беснования. К времени своей кончины он становится необыкновенно тучен, ему очень тяжело двигаться, у него болят буквально все члены его тела. Низ его живота по свидетельству Иосифа Флавия начинает гнить. В нем заводятся пролежни черви, которые живьем уже начинают пожирать плоть нечестивого царя Ирода. Любое движение приносит ему боль, любой вдох отдается болью в его теле. Кроме того, Ирода постоянно преследует навязчивое желание нанести себе какой-то вред, оторвать себе какой-нибудь из органов, отрезать себе что-нибудь. От него постоянно прячут любые ножи, даже с помощью которых он мог бы просто почистить себе фрукты. При этом царь проявляет силу совершенно необъяснимую для человека его положение. Он просто способен раскидать несколько в приступе бешенства нескольких взрослых мужчин. в то же время его постоянно съедают внутренние какие-то страхи. Он постоянно всех подозревает, постоянно всех ненавидит. В этом приступе страха и ненависти он буквально за несколько дней до своей кончины отдает приказ казнить собственного сына антипатра по подозрению в том, что тот составляет какой-то заговор против него. Вся страна наполнена его шпионами, соглядатами. Любое слово случайно брошенное в адрес Ирода в толпе может сделаться поводом для того, чтобы человека схватили и он никогда уже более не вернулся бы к своим родным. Мало того, царь Ирод предчувствия приближения кончины начинает сокрушаться о том, что вот он умрет и его никто не оплачет. Вот такая, так сказать, беда, такое расстройство постигает этого царя. Изворотливый и поистину одержимый дьяволом ум этого прирожденного убийцы заставляет его придумать совершенно такой дьявольский во всех отношениях план. Он созывает к себе в Иерихон представителей всех знатных домов своего царства и собирает их на ипподроме, который он устроил в Иерихоне. Надо сказать, что вообще во времена правления Ирода Иерихон оказался полностью перестроен, обустроен, как такой процветающий античный город того времени. Там построены бани, храмы, построены ипподромы. Вот на такой ипподром как раз таки Ирод собирает всю иудейскую знать и обращается к своей сестре и ее зятю с такими словами, что он очень расстроен тем, что когда он умрет, то никто из людей не то, что не будет его оплакивать, а наоборот даже порадуется и посмеется над его кончиной. Поэтому он очень просит свою любимую сестру и своего любимого зятя, чтобы как только они получат известие о том, что Ирод скончался, то они бы выставили лучников на стенах ипподрома и полностью расстреляли до последнего человека всю толпу этих представителей иудейской аристократии, собранную на арене этого ипподрома. И тогда, говорил Ирод, они сделают две совершенно замечательные вещи. С одной стороны, они будут послушны своему царю и исполняют его последнюю заповедь, а с другой стороны, они сделают так, что все население этого иудейского царства вынуждено будет чистосердечно оплакивать кончину своего государя. То, что поводом к этому станет оплакивание своих родственников и отцов семейств как-то совершенно его не смущало. Ему хотелось быть оплаканным вне зависимости от того, что послужит причиной для этого погребального плача. Одно то, что вся страна в это время будет охвачена этим плачем, сопровождающим собой его кончину, вполне радовало черное сердце этого великого в истории величайшего злодея. Ну, к счастью, надо сказать, что Ирод, который умер в остром таком припадке безумия, пытаясь сам лишить себя жизни и неожиданно пораженный каким-то таким по всей видимости явлением или какой-то такой карой Божией, все-таки несмотря на его кончину, сестре и зять ухватило по горазумию, чтобы не исполнить его последнюю волю, и все запертые на подроме аристократы оказались отпущены в свои дома, но перед этим приняли участие в торжественных похоронах Ирода, который был перенесен из своей вот этой резиденции на окраине Иерихона в свою усыпальницу, которую он заранее приготовил на горе Иродион, это также один из таких памятников, который был им создан, и был там погребен в особой гробнице, 8 километров его тело было перенесено от Иерихона до Иродиона, и там нашло свое последнее место такого упокоения. Вот таким был конец этого великого злодея, и опять же эти события были связаны с древним Иерихоном, и те, кто пожелает побывать на этом несколько таком, может быть, зловещем месте, на самом деле могут это сделать. В современном арабском звучании это место называется Тулул Абу Эль Алаик, и это такая окраина Иерихона по пути к древней дороге на Иерусалим. Здесь сохранились раскопанные в 50-е годы израильскими археологами и палестинскими археологами тоже остатки дворца Ирода, в том числе, надо сказать, очень такие любопытные комплексы по обеим сторонам потока. В частности, здесь сохранился один из древнейших известных нам так называемых контейнерных садов. То есть, это такой как бы выложенный из обработанных каменных плит такой вот как бы круглый контейнер, в котором растения заменялись в зависимости от сезона. то есть это как бы такой огромный цветочный горшок, но садоводы знают, что это такой контейнерный сад, в котором можно было в зависимости от смены сезона менять и высаженные в нем растения. Очень, как всегда, качественная кладка до сих пор характеризуют эти иродовские постройки и сейчас это место никак не охраняется, можно туда подъехать на машине или как-то подойти пешком, есть указатель туда, на этот Тулу Абу Эль Алаик, а выше, если подняться по дороге, то можно попасть и в древнюю крепость, которую также создал Ирод, крепость, которая называлась Кипрос. В этой крепости находился гарнизон солдат, которые должны были охранять этот дворец Ирода и его драгоценный сад этого опа-бальзама. В какой-то момент, надо сказать, этот сад оказался у Ирода отнят Антонием и Клеопатрией. Антони, как великий римский ухажер своей египетской фаворитке царице Клеопатрии сделал вполне такой царский подарок. Вместо чтобы подарить ей флакончик духов, он просто подарил и плантацию растений, с которой эти духи благовония делались. И поэтому Клеопатра стала на какое-то время владелицей вот этого самого Ирихонского сада с опа-бальзамом, а Ирод вынужден был в Антони и Клеопатры, в вассальных отношениях которых он какое-то время находился, этот сад арендовать. Но после их гибели, после того, как Антони и Клеопатра, как мы знаем, нашли свой такой драматический в истории конец, сад этот вновь вернулся к Ироду, а безопасность его охраняли солдаты крепости Кипрос, расположенные в такой высокой горе, расположенные еще дальше по пути к Иерусалиму. По всей вероятности, именно из этой крепости Кипрос, а название оно получило благодаря матери Ирода, в честь своей матери он эту крепость назвал, и были те самые солдаты, которые когда-то приходили на берега Иордана для того, чтобы послушать проповедь Иоанда Предтечи, им он и советовал как исполнять заповеди таким образом, чтобы не прогневать Бога, довольствоваться своим жалованием, никого не обижать, не изменять своим женам и таким образом проводить жизнь угодную Богу. А надо сказать, что многие из римских солдат, которые достаточно долгое время проводили в этой службе, принимали иудаизм, но многие, как мы знаем, впоследствии приняли и христианство. И так, видимо, к числу именно этих слушателей воинов, слушателей Анна Предтечи относился и вот этот Иерихонский гарнизон царя Ирода. Ну а о том, что происходило на берегах Иордана уже во времена непосредственно земной жизни Спасителя. И после этого мы с вами уже расскажем в нашей следующей беседе, также посвященной Иерихону и месту крещения Господа нашего Иисуса Христа, расположенному в непосредственной близости от этого древнейшего города. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров